в этом видео хочу рассказать и показать вам как я сажаю помидоры значит вот такое количество помидоров я уже высадила сегодня столько сортов вот и оставила один для того чтобы показать вам как это делается как это делаю я вот такой вот сорт king kong хочу с вами посадить и рассказать как делаю я посадку помидоров сейчас я сад и сажаю среднеспелые и позднеспелые сегодня у нас 22 февраля и сегодня у меня высадка томатов перцы и баклажаны я уже посадила вот уже даже попекировала и сегодня высадка помидоров вот такие вот баклажаны у меня уже есть уже попекированные в отдельных стаканчиках в мешочках и вот такие перцы у меня уже есть такие красавчики так вот мои лоточки расскажу с самого начала сажаю я вот такой вот кокосовый субстрат вот он в брикете брикет я размачиваю и засыпаю такие вот лоточки ягодные лоточки 500 миллилитров моему так вот только один кокосовый субстрат значит вот у меня здесь уже разложенные семянушки вот так вот я их разложиваю сейчас покажу открываю просто пакетик высыпаю уже такие не мелкие не знаю какой там крупный томат поскольку семена очень мелкие не очень но мелкие вот такие чуть беру пинцет пинцетом подцепляю свою семянушку и вылаживаю вылаживаю в ровные рядочки на расстоянии друг от друга чтобы потом мне было удобнее их извлекать из этого субстракта вообще извлекается оттуда очень легко корни получаются очень хорошие очень легко их прямо так вот аккуратненько поддевать выдергивать и пикировать потом вот так вот разложиваю по одному так удобно здесь конечно семена более-менее ну такие мелковатые но не совсем мелкие перед этим я высаживала черри там конечно ужас очень тяжело их высадить приблизительно так разложиваю семена значит разложила семена вот так вот и кстати забыла сказать перед тем как разлаживать я уплотняю уплотняю как я беру один лоточек на второй вот разложила я кокосовый субстракт и оставила сверху лоточек уже с субстрактом чтобы он тяжеленький был и придавила и все я разровняла у меня ровная поверхность по которой очень удобно семена разлаживать и проливаю, хоть у меня и субстрак, он влажненький, он только после после размачивания, сразу я его использую, но все равно немножечко промочила, так чтобы было видно, что он мокрый. И завела я себе вот такой вот блокнот, в который записала все сорта по номерам. И вот я подписываю свой лоточек, вот это у меня номер восемь, кинг-конг, томаты кинг-конг номер восемь. Все, я подписала номер, все разложила и буду накрывать. Накрывать буду сверху тоже кокосовым субстрактом, сейчас покажу как. Вот так вот я накрываю, небольшим таким слоем, такой рыхленький, мягенький. Накрываю, распределяю его, чтобы был такой более-менее ровненький слой. Так вот. И немножечко рукой уплотняю, не сильно. Чуть-чуть уплотнела для того, чтобы все хорошо прикрылись наши семена. Обязательно сверху еще проливаю. Проливаю я вот такой игрушкой. Это очень удобно делать, ничего не размывает. Проливаю не сильно, только чтобы увлажнить верхний слой. Вот этот вот кокосовый субстракт, который я выложила сверху. Так вот проливаю. И обязательно сверху накрываю пищевой пленкой. Каждый контейнер. Вот так вот накрыла и ставлю в теплое место для прорастания. И чтобы завершить свое видео о рассаде на кокосовом субстракте, хочу показать вам свой горький перец на кокосовом субстракте. Вот он. Значит, он дал петельки на четвертый день. Вот такой он сейчас. Сажала я его в предыдущем видео. Можете посмотреть, как сажала. Это горький перец. Вот так вот на кокосовом субстракте шикарно растет. Как буду пикировать, тоже покажу, как я отсюда буду пикировать в стаканчики. Еще в этом видео хочу рассказать и показать, как пикировать растения из вот таких вот кассет. Вот. В моем случае это перчики. Значит, как пикировать из вот таких вот лоточков, я уже показывала в предыдущем видео. Сейчас хочу показать, как именно вот пикировать из кассет. Буду пикировать перчик вот из таких кассет. Вот такие вот рассадные стаканчики, как у меня здесь уже распикировано. Значит, пикировать буду вот такие вот рассадные стаканчики, наполненные грунтом. Как я делаю грунт, я уже рассказывала в предыдущих видео, но сейчас еще коротко расскажу. Я беру, значит, грунт, агроперлит. Добавляю туда агроперлит. Добавляю туда пирмикулит. Вот такой вот пирмикулит. Значит, грунт у меня с биогумусом. Универсальный грунт с биогумусом. Очень мне нравится, очень хорошо на нем все растет. Вот так вот я наполнила уже свои стаканчики. Сейчас буду в них пикировать. Грунт у меня сухой, буду проливать уже после пикировки. Так удобнее его рыхлить и все туда сажать. Значит, для того, чтобы вытащить свое растение из вот таких вот кассет, я использую вот такую вот ложечку. Это, думаю, кофейная ложечка. Вот. Мне такой наборчик достался еще от моей бабушки. И я его приспособила для таких вот дел. Значит, что я сейчас делаю? Я беру аккуратненько этой ложечкой, достаю до самого дна кассеты и аккуратно-аккуратно вытаскиваю, чтобы ничего не повредить свой перчик. И вот, пожалуйста, вот такая вот корневая. Корни уже просто заполонили все, всю кассетку. Вот так вот. Значит, затем беру свой мешочек рассадный. Ну, это не важно, можно стакан. Что у вас есть, во что вам удобно сажать, во что вы привыкли. Значит, делаю углубление. Вот так вот аккуратненько просовываю в свое углубление мое растение. Немножечко прижимаю и вуаля. Вот так вот, вот такая вот фантастика. И мое растение уже в рассадном стаканчике. Значит, распикировала вот так вот еще один перчик. Сейчас я хорошенечко его пролью. Пролью, потому что сухая земля. Каждую по очереди хорошенечко пролью. Подпишу. Вот так вот, как у меня здесь подписано. Как делаю такие флажочки, я тоже уже вылаживала в предыдущих видео. Рассказывала. И еще у меня будет вот такой вот флажок полива. То есть, когда я полила, ух ты какой. Значит, я пишу, когда я полила, чтобы не забыть. И потом через 5-6 дней я проверяю по мешочку влажности. Поливаю вновь, вновь записываю. Предыдущую дату вычеркиваю. Вот так вот я поливаю. Потому что рассады у меня много и вся посажена в разное время. И полита в разное время. То есть, я могу забыть. А так, у меня все записано, я ничего не забываю. Вот так вот. Значит, чем хочу закончить свое видео. Вот, распикировала я. У меня остались еще несколько маленьких растений. Я хочу оставить их подрастать. Я по мере их подрастания, я их попикирую. Вот. Еще они маленькие. Не хочу их пока тревожить. Вот так вот. И я положила на прорастание еще сладкий перчик. Желтенький. У меня весь красный. Еще хочу желтого. Но он не такой позднеспелый, как мои остальные сорта, которые я уже попикировала даже. Вот. Этот немножечко раньше. И я вам показывала, в чем я замачиваю семена. Семена. До прорастания, до того, как появится беленький клювик. Вся грязная. Но, у меня канал не про эстетику. У меня канал про труд. Про землю. И я все в земле. Семена. Вот. Вот такие чашки Петри. В которых я замачиваю. Семена в двух ватных дисках. Вот. Получается. Сейчас покажу. Вот. Один. Один ватный диск и второй. Между ними семена. Замоченные. В водичке с эпином. Я добавляю эпин. Вот. И еще я сверху, вот так когда уже закрыла все. Я побрызгала перекись водорода. Чуть-чуть. Для того, чтобы раскрылись быстрее семенные коробочки. Перекись размягчает. Я так чуть сбрызгнула. И все. И вот так вот. Я ставлю в теплое место. Вот оно уже у меня как вспотело. Буду ждать. Как раз в течение недели я допикирую эти перчики, что у меня остались. И в эту же, в эти кассеты посажу новые перчики желтенькие. У меня эти кассеты еще с крышкой. Как парничок закрывается. И выращу еще один урожай перчика. Вот так вот. Я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю крепкой здоровой рассады. И хороших урожаев. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...